Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня поговорим про одну интересную тему, куда лучше всего эмигрировать в крупный мегаполис или попытаться поехать куда-нибудь в глубинку в тихий спокойный штат и попытаться сделать свои первые шаги там. Эту тему поднял сейчас не случайно. За последнюю неделю у меня прямо шквал звонков. Почему-то у меня сейчас наплыв людей, желающих уехать из Казахстана. Немножко удивлённо у вас в том, что, ребята, какая-то гуманитарная катастрофа, что ли, происходит. Потому что, ну, вот реально, в процентном отношении, если раньше у меня как-то 50 на 50 была Украина и Россия, то вот последние две недели у меня один сплошной Казахстан. То есть сегодня утром два человека, вчера два человека. Вот. Вот такая тенденция. Ну, суть не в этом. Так вот, люди все задают один и тот же вопрос по поводу того, куда вначале имеет смысл приехать в Америку, где лучше всего делать свои первые шаги. В основном все, кто мне звонит, уже смотрели какие-то видеоблоги людей, которые проживают в крупных мегаполисах и которые пытаются так достаточно навязчиво и агрессивно свои услуги пиарить. Вот. Я скажу так. Я не агитирую за Омаху. Я просто делаю такую параллель и хочу, чтобы вы про сами подумали. Вот. И приведу некоторые доводы. Определенные доводы. Не обязательно, что вы поедете в Омаху. В Америке достаточно много тихих и спокойных мест примерно такого же уровня. Достаточно просто погуглить. Так вот, основная проблема мегаполисов в США, как бы, это то, что они переполнены и практически все, кто едут эмигрировать в Америку с разных концов мира, они в основном едут в раскрученные места, которые у всех на слуху. Это Нью-Йорк, это Чикаго, это Лос-Анджелес, это Флорида. Может быть там Сан-Франциско. Вот. Может быть еще там пару мест. Но это раскрученные места. Что из этого следует? Из этого следует то, что местное население достаточно жестко и агрессивно относится к вновь приехавшим. Вот. Контраргументы людей, которые предлагают свои услуги именно в этих крупных городах, это то, что вы, приехав в крупный мегаполис, достаточно быстро можете затеряться среди местного населения, никто вас из миграционных служб не будет отлавливать, и вы достаточно быстро можете найти нелегальную работу. Вот. Эта ключевая фраза, нелегальную работу. Понимаете, в чем дело? Люди, которые изначально свои услуги позиционируют с точки зрения на то, что вы изначально должны стать нелегалом, это немножко такие услуги с душком. На мой взгляд, более правильный путь, как если вы видите из передач моего канала, людей, которые приезжают в Омаху, это совершенно легальный путь действий в США. Это несет успех. У вас не возникает никаких проблем с законом и, соответственно, вы достаточно быстро встаете на свои ноги и действуете абсолютно легально в США. Это вам большой будет плюс. Да, действительно, в мегаполисе типа Нью-Йорк можно затеряться среди местного населения. Да, можно купить какие-то левые поддельные документы. Можно попытаться набрать эти поинты какие-то, потому что более серьезная система сдачи на те же автомобильные права, в отличие от Омаха, к примеру, в Нью-Йорке достаточно сложно получить права, нужно предоставить определенный пакет документов. Но ушлые люди могут, в принципе, этот пакет предоставить и получить эти права, получить левый номер социального страхования, также левым путем устраиваться. Зачем вам левым путем устраиваться на работу? Если вы попадаете под раздачу, если вас вдруг ловят с этой нелегальной работой, с этими документами, вы не ограничите просто депортацию. Вас еще посадят, и у вас будут действительно реально серьезные, большие проблемы. Зачем вам это надо? Изначально первые шаги в Америке – делаться криминалом. Это абсурд полный. Вы хотите приехать в страну, где у вас есть все перспективы, если вы будете все делать правильно, и при этом с первого шага вы делаете себе проблемы. По поводу работы. У меня не так давно, может быть, два года назад, был живой пример. Один из зрителей моего канала, который ехал из Белоруссии, зовут его Паша. Приехал он в Нью-Йорк. Вначале хотел приехать к нам, но в последний момент повелся на приглашение своего друга, который давно эмигрировал. Вдруг его пригласил туда, дал пожить в течение месяца у себя, потом взломил ценник за проживание. То есть он сдавал Паше какую-то коморку. За эту коморку он за комнату просил порядка 600 долларов, еще 100 баксов там брал за кровать, за аренду. Такие вот цены. И фактически то, что Паша зарабатывал, как он мне рассказывал, на работе у него практически все уходило на оплату своего пребывания в этой самой замечательной Нью-Йорке. И пару раз его достаточно серьезно кинули с работой. То есть сначала он устроился к полякам, потом еще к кому-то он там устраивался. Работодатель нагрузил его по самой «не балуйся» работой. Так что он работал сверхурочно. А в результате ему показали фигу. То есть с деньгами его два раза кинули. Почему? Потому что он иммигрант без каких-либо прав, и он попытался устроиться нелегально. Он не может не пойти, не пожаловаться, ничего. Потому что он изначально действовал нелегальным путем. И, в общем-то говоря, работодатель тут прав. Формально он прав. То есть вот такая история. Все, что вы пытаетесь там заработать, львиная доля вот этого заработка у вас пойдет на покрытие ваших ежедневных расходов. Уточните, пожалуйста, сколько будет стоить вам жилье, сколько будет стоить вам питание, сколько будет стоить бензин, сколько будут стоить остальные расходы. Это все очень недешево. Для справки, вот Вомаха, например, арендовать апартаменты можно, в принципе, начиная где-то от 500 долларов. Что-то можно такое вменяемое найти, если очень заморочиться, поискать его. Можно найти. Есть у нас регулярный, например, комплекс, где периодически апартаменты освобождаются. Там где-то цена порядка 550 долларов за однобедрумные апартаменты в месяц без коммуналки. Так что вы понимали. Еще один очень важный вопрос связан с миграционным адвокатом. Тоже вот эти все помогальщики, которые очень дешево предлагают свои услуги, предлагают воспользоваться услугами хорошего русскоязычного адвоката из Нью-Йорка. Имейте в виду, что обращаясь к продавцу дешевых услуг, вы попадаете на скрытые платежи. То есть, обратившись к этому адвокату, человек просто получает откат определенный в той или иной форме с этого адвоката и с других людей, которые вам будут предлагать сопутствующие сервисы. Адвокат начинает стоить в Нью-Йорке, в крупных городах от 8 тысяч долларов, там 8-10 тысяч долларов. То есть, цена начинается от 8-10 тысяч долларов, это только начало разговора. И как только вы начинаете работать с таким адвокатом, вполне вероятно, что у вас еще будут какие-то платежи. Спрашивается, зачем вам нужен такой адвокат? Для того, чтобы составить за вас петицию подачи на беженство? Или для того, чтобы придумывать с нуля кейс? Если вы связываетесь с придуманным с нуля кейсом, то есть, с такой сказкой, имейте в виду, что в Госдепартаменте тоже сидят не идиоты в миграционной службе, и, соответственно, они подобные сказки уже великолепно знают и, скорее всего, вас завернут. И еще один маленький нюанс. Вот в этих крупных городах достаточно очень быстрый срок рассмотрения вот этих самых миграционных дел. То есть, вы подали на беженство, ваше дело рассматривается быстро, то есть, у вас могут в течение месяца выставить собеседование, также быстро вынести решение, отказ, к примеру. Если вы подаете в пределах срока, пока ваша виза еще не закончилась, то на суд вы подавать не можете апелляцию, соответственно. Если вы ухитрились так, угадать время чудесным образом, что у вас вызвано собеседование, когда уже ваша виза истекла, это нужно очень ухитриться это сделать в крупном городе, то тогда ваше дело переносится на суд. И то не факт, что ваш суд именно в крупном городе вынесет решение в вашу пользу, потому что, такие как вы, еще раз говорю, что в крупных городах пруд, пруди приезжают с разных стран, и у людей есть даже реальные истории, с реальными историями людей разворачивают обратно и отправляют к себе домой. То есть, если вы рассчитываете, что хитроумный русский адвокат решит за вас все проблемы, это глубокое заблуждение. От стоимости адвоката вообще ничего не зависит, зависит только от профессионализма и количества тех дел, которые он успешно разрешил. Для вашей справки, адвокат миграционный в Омаха стоит всего 3 тысячи долларов. Это один из лучших адвокатов города, она специализируется исключительно на странах СНГ, знает, что происходит в России, в Украине, в Казахстане, в других странах окружающих, то есть постсоветское пространство, то что было, она в этом разбирается. Пожалуйста, вот такая вот цена. Это гораздо дешевле, чем вы поедете, к примеру, в ту же Флориду, в тот же Нью-Йорк, в тот же Чикаго или в Калифорнию. Вполне вероятно, что в других небольших городках можно будет найти примерно такого же американского адвоката. Именно американского адвоката, я рекомендую вам именно к нему обращаться, именно к американским адвокатам, а не к хитро ушлым, русскоязычным. Это вам будет и дешевле, и более профессионально. Про адвоката мы поговорили, про расходы на адвоката. Теперь поговорим про тех людей, которые приезжают с детьми. Вот этот вопрос очень ключевой. В Америке есть такая система, что ребенка бесплатно могут взять в школу в том районе, где вы проживаете. Есть список школ с разными рейтингами, и, соответственно, в рамках этого района вы можете в эту школу попасть. Если вы живете в хорошем, богатом районе, у вас хорошая, богатая школа. Если вы живете в плохом районе, у вас плохая, бедная школа, и ребенок, соответственно, будет в нее ходить. Поинтересуйтесь у людей, которые живут в крупных городах, как, кстати, у вас продажа наркотиков в школе, как происходит с уровнем хулиганства, вообще, насколько уровень преподавания в разных школах и так далее и тому подобное. И вы будете неприятно удивлены, очень неприятно удивлены именно рейтингом школ в крупных городах. Чтобы попасть в хорошую школу, вам придется весьма-весьма серьезно раскошелиться. Весьма-весьма. Вот для справочки, у меня есть знакомый, он живет в Денвере. Снимает дом достаточно в хорошем районе. То есть не топ, где вообще такие прям сидят богачи, но район для upper-level class, то есть для среднего класса такой. Дом он снимает за две тысячи долларов в месяц. Вот две тысячи долларов он отдает за аренду дома, чтобы вы понимали. Чтобы вот ребенок ходил плюс-минус в нормальную школу. Это вот что касается Денвера. В более крупных городах ценник будет, соответственно, еще выше. Это мы говорим про Флориду, Нью-Йорк, Чикаго и остальные. То есть хотите, чтобы ребенок был под контролем и нормально, платите деньги, как говорится. И, соответственно, высокий уровень криминала на улицах. То есть ребенка вы просто так гулять не отпустите. Потому что те, кто проживает в Москве уже давно или в Санкт-Петербурге, они уже и так знают всю эту ситуацию с детьми. Всегда нужен присмотр, всегда нужно водить за руку, на секунду не отпускать, чтобы не выкрали на органы и так далее. В крупных городах США, я думаю, что ситуация примерно такая же. То есть на улице вы ребенка не выпустите. Нужно тоже постоянно следить, чтобы был глаз да глаз, чтобы не спутался с какой-либо компанией. Особенно, когда дети вырастают. Вот. Когда уже возраст 16, 18, 19, 20 лет. То есть соблазнов в крупных городах очень и очень много. Трижды подумайте. А нам это надо? Вот. Для справки. У нас в городе уровень школ очень высок. Даже если брать очень плохие районы, даже там достаточно высокий уровень преподавания. А если брать такой средний район, базовый, ну стандартный район проживания, достаточно очень высокий уровень. Особенно это касается тех людей, которые проживают недалеко от авиабазы в Белловью. Ну вот там школы прям вообще на отлично. Потому что люди, которые работают на авиабазе, еще приплачивают родителей в саму школу, чтобы был высокий уровень преподавания. И там крайне высокий уровень. То есть там чуть ли не профессора и кандидаты занимаются преподаванием. Это не голословное заявление. Общался с несколькими родителями, у которых дети закончили школу именно в Белловью. И получили очень высокие результаты. Получили гранты на дальнейшее обучение в ВУЗе. То есть уровень обучения в УМАХе крайне высок. Вот. Это бесплатные школы. Так что это может быть очень серьезным резоном для выбора. По поводу работы. Работы в США везде навалом. Работа разная, работа всякая. Все зависит исключительно от уровня вашей квалификации, что вы умеете делать. Поэтому говорить о том, что в какой-то американской глубинке работы нету, это достаточно абсурдно. Ну, естественно, если не брать в рассмотрение совсем какие-то депрессивные штаты. Вот. Где, как бы, есть определенные проблемы. Где закрываются предприятия. Вот. Вообще, если брать нормальный Средний Запад и Средний Восток и другие там места. То есть не загажены туристами. В Америке работа навалом. Можно даже найти работу для аутсорсеров, кто айтишники, кто там занимается там мозговой деятельностью. Достаточно просто открыть Craiglist, открыть специализированный сайт по поиску работы и найти себе работу. Поэтому говорить о том, что если вы едете в глубинку и нет работы, это полный бред. Простой пример. Приехали ребята из Казахстана. Я им сходу нашел работу. На стартовом уровне по 10 долларов в час. Таня тоже сейчас на работу пошла работать в офисе. Здесь есть такая достаточно серьезная также векская диаспора, которая держит серьезный бизнес. И соответственно там у них есть ряд разных бизнесов, офисы и так далее. То есть куда можно достаточно хорошо трудоустроиться для старта. Так что, пожалуйста. Люди устроились в течение месяца, как только приехали сюда. То есть не сидели на попе ровно. Это очень показательно. Потому что у меня есть несколько других вариантов людей, которые тоже выиграли грейдкарту. Приехали в Омаху. Но они правда с другой стороны приехали не из России. У них немножко другой был менталитет. Вот. Я честно говоря поражен вот людьми из Казахстана. В плане того, что они оказались достаточно практичными. Очень умными. Быстро соображают. Прямо вам ребят респект. То есть. Прозвели очень приятное впечатление. То есть. Не в пример. Вот людям, которые другие выигрывают греймкарту. Они очень достаточно долго колебались. И думали, что делать. То ли туда. То ли сюда. То ли. Здесь принцип такой. Если есть возможность идти на работу. Нужно цепляться за любую работу. Ее брать. И потом уже смотреть. Куда вы можете ап 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 ап. По ступеньке подниматься наверх. И соответственно. Улучшать свои как бы. Показатели по оплате. И по всему прочему. Показатели по оплате. По поводу вузов. В Омаха. Изрядное количество вузов. Причем хороших вузов. В Омаха считается медицинской столицей Америки. Не случайно. Сюда именно. Отвозили в один из. Специальных. Закрытых. Исследовательских центров. Эболу. Исследовать. И вообще. Здесь очень серьезно. Люди занимаются медициной. Вот. Любая медицина. И на базе этих вот. Медицинских центров. Клиник. И так далее. Существует. Огромное количество. И колледжей. И вузов. Которые. Готовят. Медперсонал. Весьма и весьма высокого уровня. Начиная. Вплоть от медсестр. Сертифицированность. Кончая там. Серьезным медперсоналом. То есть. Хирургами. И так далее. Без разных областей. То есть. Если. Вы планируете. Или ваш ребенок. Или вы сами. Планируете медицинскую карьеру. Имеет смысл рассмотреть Омаху. В качестве. Отправной точки. Да. Обучение не дешевое. Но. Тем не менее. Вас здесь научат. Всему чему надо. И ваш диплом будет котироваться. Везде. По всему миру. Кроме этого. Кстати. Есть и другие вузы. У нас здесь есть и Белловью. И Юна. Университетов в Небраском. То есть. И Метрополитен. Так что. Куда пойти учиться. Выбор достаточно большой. Вот. И. Тем более. Куда пойдет учиться. Ваш ребенок. Что касается комфортности проживания. Здесь. Вот. Если брать конкретно. Наш штат. И. Тем более. Наш город. Уровень комфортности. Такой же. Как везде. В США. Те же самые. Молы. Те же самые. Магазины. Бутики. И так далее. И тому подобное. Вот. Как и везде. В Америке. Налог. Достаточно низкий. На продажу. По сравнению с другими штатами. Безин. Вообще. Сейчас упал. Практически. Я вообще удивлен. То есть. У нас сейчас. Заправлялся. Стоил доллар. Чтобы не соврать. 65. Это я. Вчера заправлялся. Вполне вероятно. Что еще. Даже сегодня упало. Если я не смотрел. То есть. Прямо. Замечательно. Вы можете. Начать. Именно с небольшого. Тихого места. Не обязательно. Омаха. Найдите другой штат. Посмотрите. Если он. Именно. Принципиально. Омаха. Не устраивает. Можете найти. Любое. Тихое. Спокойное место. Без стресса. Вы разберетесь. В правилах игры. В Америке. И когда. Вы уже. Подтянете свой язык. Найдете какую-то работу. Накопите денег. Будете знать. Что и как. У вас происходит. Вот тогда. Вы уже. Можете задуматься. О том. Чтобы. Куда-то переехать. В то место. Которое. Вы можете. По своим. Финансам. Потянуть. То есть. А пока. У вас. Финансов. Мало. Лучше. Экономить. То есть. А сесть там. Где. Вы можете. Себе. Позволить. Соответственно. В Америке. В Америке. Выигрывает. Тот. Кто. Подробно. Я многие нюансы описал. В своей. Бесплатной книге. Что делать. Линк на скачивание. Есть. Под каждым видео. Ребят. Не задавайте. Дурацкий вопрос. Смотрите. Внизу. Скачали книжку. Если у вас. После этого. Есть вопросы. Можете. Заказать. Платную книгу. Там еще более подробно. Разжеваны. Некоторые вопросы. Ну. Если уж. И там. Вы не нашли ответ. Ну. Тогда. Пишите мне. На электронный адрес. То есть. Я индивидуально буду вам. Что-то отвечать. Вот. Хорошего всех дня. Здоровья вам. Вашим близким. Что-то. 1. 2 минут. 1 минут 20. 3. 2 минут 15. 2 минут 20. 2 минут 20. 3 минут 20. 4 минут 20. 7 минут 20. Продолжение следует...